В студии пресс-рума ТИБА-2018 сейчас находится заместитель генерального директора по техническим вопросам Белпочта Дорожка Дмитрий Валентинович. Здравствуйте, Дмитрий Валентинович. Скажите, пожалуйста, почта в современном мире, что она собой представляет? Почта в современном мире – это не те почтовые отделения, которые мы все привыкли видеть, склады, тележки, посылки, которые мы привыкли получать. Это достаточно автоматизированное производство, которое работает без людей, или, скажем так, не без людей, а с минимальным количеством персонала, и где весь технологический процесс осуществляет либо роботы, либо автоматизированные системы. Роботы, системы, как это, скажем так, работает, можете рассказать, и с кем сотрудничаете в этом плане, кто помогает работать? Да, это непривычно в нашем понимании, однако жизнь и та цифровая трансформация, которая окутала, наверное, облаком весь мир, она все-таки затронула и почтовую отрасль. Это, значит, веяние времени и вынужденное, наверное, веяние времени, потому что для того, чтобы быть конкурентным на рынке, надо представлять дешевую и качественную услугу. Поэтому без современных технологий это никак. То есть, скажем так, одно дело, 40 человек сидит и сортирует посылки вручную, это и ошибки, и человеческий фактор. Другое дело, автомат, машина, Siemens, Pitney Boys, ну, много производителей, вендоров, в общем-то, в автоматизированном режиме просто берет и 200 тысяч посылок в сутки сортирует в одном компактном пространстве, где персонала надо, собственно, только 12 человек для обслуживания, ну, подобного типа оборудования. Тогда, когда в привычной нами, там, ну, не знаю, ручная обработка, это сотни людей. Подскажите, а как-то прорабатывалась такая вероятность, чтобы были исключены, не дай бог, не туда ушло письмо, не туда ушла посылка, чтобы дошла в целости сохранности? Конечно, все посылки при данных технологиях, они обозначаются штрих-кодами, и направление посылки в другое направление, оно исключено. Многих интересовал такой вопрос, и многие слышали, но хотели бы узнать, применение дронов в почте, как оно будет работать, и как вообще будет происходить этот процесс? Да, действительно, мы, это новое направление, куда мы планируем пойти, что мы показали на своем стенде, однако оно не новое в почтовой деятельности. В Германии фирма DHL прекрасно применяет дронов для доставки тех или иных грузов. В настоящее время Белпочта только начинает прорабатывать данное направление, скажем так, по территории малонаселенных пунктов Республики Беларусь, где мы присутствуем. Собственно, Белпочта присутствует, наверное, больше, чем любая другая организация в маленьких деревнях, своими отделениями, либо передвижными пунктами. И, к сожалению, не всегда быстро и дешево можно доставить человеку, который ожидает корреспонденцию, газеты, чтобы почитать последние новости, либо какое-то отправление от своих родных. Поэтому дроны, представленные на стенде дрон, позволят нам отвязаться от качества дорог, снизить себестоимость доставки посылки и обеспечить ее оперативность. Потому что одно дело машина едет весной по разбитым дорогам, другое дело летит дрон и, собственно, погодные условия на него не особо влияют. Данный опыт у нас, ну, наверное, мы в данном случае не сильно отстали от других почтовых администраций, в том числе и в пределах СНГ имеется опыт доставки дронами, как пример, в казахстанской посте. Поэтому мы планируем где-то до конца, наверное, этого года уже начать осуществлять какие-то доставки. Ну, первоначально это корреспонденция. Советская Белоруссия, газет, печатных изданий, те, которые выписывают люди в отдаленных населенных пунктах. А расстояние какое планируется, чтобы максимально дрон мог доставлять? Дрон, представленный на стенде, это 5 километров радиус полета, это 5 килограмм поднятого веса, опять-таки, с перспективой на применение для доставок посылок. Вот. И этот радиус увеличивается, он имеет возможность дополнительного аккумулятора присоединения. Поэтому, ну, собственно, думаю, что на следующем типа мы более подробно осветим эту тему с точки зрения практики его эксплуатации. Спасибо, Дмитрий Валентинович. Напомню, у нас в студии был Дмитрий Валентинович Дорожко, заместитель генерального директора по техническим вопросам Белпочта. Продолжение следует...